Тимиртау 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 Размеренный, уже веками отработанный образ жизни. Конечно, было большое удивление у семьи Тетегула, у его сыновей, когда они сюда приехали на место зимней кочевки в 1905 году, зимой 1905 года, и увидели, что эта местность занята. Кем же она была занята? Нам уже, конечно, сейчас известно, что в начале XX века развернулась Столыпинская сельскохозяйственная реформа. И сюда, в малоосвоенные регионы Российской империи, прибыли семьи малоземельных переселенцев. Сюда, вот непосредственно на участок, где сейчас находится город Семертау, прибыли семьи из Самарской губернии. В основном это были немецкие семьи. Конечно, они не просто так приехали, отправили сюда ходоков. И ходоки вернулись, восторженно рассказывая о таком благодатном крае, о прекрасных свободных землях. Конечно, направились сюда. Путь занимал сюда несколько месяцев. Добирались и обозами, добирались по железной дороге. Кроме какого-то обычного скраба, везли с собой и дерево, древесину, потому что понимали, что здесь строительного материала как такового нет. Они обустроились. И вот в 1905 году точно так же не меньшее удивление было и у переселенцев, которые сюда прибыли, образовали небольшой поселок на переселенческом участке Жаур-Брод. Источники умалчивают о том, было ли какое-то столкновение, была ли какая-то проблема между коренным населением и переселенцами. Но известно одно, что тогда эти годы были очень засушливыми. И возможно, что вот именно преодоление вот этих тяжелых природных условий сдружило коренное население с переселенцами и как-то уже стали вместе жить. То есть этот поселок на переселенческом участке остался стоять там, где он был, а семьи сыновей Тетигула Аразбека, Неизбека перекочевали немножко дальше. Ну на ту территорию, где сейчас же по-прежнему находится город Семертал. Вот так начиналась история нашего города. Вообще переселенческий участок, который разбили в 1904 году топографы, назывался Жаур-Брод. Вот это вот название связано со знаменитой романтической казахской легендой. Говорят, что казак Арпеш в поисках своей любимой Баян-Сулу проскакал очень много верст. И у одной из сопок от длительного путешествия конь пал. Батыр слез с коня и увидел, что от тяжелого перехода у коня от седла разбилась в кровь спина, образовались болячки. И в отчаянии вот эту сопку, у которой произошло это неприятное происшествие, Батыр прозвал Жауир, что в переводе с казахского языка значит «сбитая спина». И, в общем-то, одна из самых высоких сопок, которые находятся в гряде, сопок рядом с городом Тимиртау, имеет вот это название Жауир. Ну, может быть, это связано с легендой, а может быть и с тем, что даже чисто внешне, когда смотришь на эту сопку, кое-где породы выходят на поверхность. Они действительно выглядят, как какие-то болячки, ну, возможно, на сбитой спине лошади. Ну, а слово «брод» понятно, что в этом месте можно было реку Нуру перейти в брод. Вот так получил свое имя переселенческий участок. А вот поселок, который был образован переселенцами, образовался он в 1909 году, получил название Самаркандский. Здесь, конечно, тоже существует множество версий. Одна из версий очень интересная. Говорят, что это местные жители прозвали поселок таким именем. Объясняю, почему. Объединение слов «Самар» жителей из Самарской губернии и «кант» на казахском языке – это «сахар». Говорят, что очень часто местные жители ходили к самарцам за сахаром, за сладостями. И вот образование вот этих корней получилось в Самаркандске. Ну, конечно, если честно, более вероятная версия о том заключается в том, что жители Самарской губернии просто в этом названии отразили свою историческую родину. То есть Самарская губерния – поселок Самаркандский. И, возвращаясь к жизни поселка Самаркандского, скажу, что обустроились неплохо. Жили достаточно так зажиточно. На улицах говорили на немецком языке. Очень долгое время быстро выучили казахский язык. Открыли школу, где шло преподавание на немецком и на казахском языке. Открыли лавку, построили водяные мельницы на нуре. Выращивали различные зерновые культуры, говорят, вплоть даже до бахчевых культур. То есть, в общем, как бы очень неплохо обустроились на казахстанской земле. Тимиртау в народе называют кузницей кадров. Именно в этом городе прошли становление многие видные политические деятели и герои труда. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Космонавт Тахтар Аубакиров. Министр металлургии СССР. А затем первый заместитель премьер-министра России Олег Сосковец. Список можно продолжить. Это самые известные и выдающиеся люди. Тимиртау является городом высокой культуры, спортивной доблести. Здесь выросли чемпионы мира и Олимпийских игр. Имена их известны далеко за пределами Казахстана. «Ах, город мой, брат мой, ну как ты красив!» Это слова из песни легендарного тимиртауского барда Леонида Маракова. Редактор субтитры Я с дальнего детства до зрелой поры повязан навечно С тобой мой город железной горы, судьбой человечей В незримом течении прожитых лет, времен и событий Мы свято хранили невидимый след связующих нитей А город мой город, мы вместе с тобой росли и мужали И лето спешили веселой гурьбой, и зимой бежали И осени тоже, как хлебные сны, за ними спешили А город мой город, и мы до весны с тобой дожили А город мой, брат мой, ну как ты красивый, порою весенний И озеро стелется под ноги в серебряной пене Над цопками тлеет зари полоса причудливой свиткой Не зря называют тебя за глаза степной магниткой А город мой, ну как ты красивый, порою весенний 1985 год клубу композиторов Караганды исполнилось 10 лет Сегодня его лидерами являются композиторы товарищи Ключко, Суханов и Тельман Павел Плечко, главный дирижер Карагандинского театра музыкомедии Константин Суханов, один из энтузиастов и организаторов городского симфонического оркестра Эрнст Тельман, главный маркшейдер Кировского СШМУ Они объединились, чтобы нести музыкальную культуру в народ Они сочиняли песни и симфонии, вальсы и марши, выступали с концертами Сотни концертов подарили слушателям эти фанаты музыки А начиналось все октябрьским вечером 1975 года, когда несколько карагандинских музыкантов образовали свой клуб Идею создания при Дворце культуры горняков клуба композиторов Долгое время вынашивал тогдашний директор ДКГ Петр Петрович Зиминс Вначале их было семеро Лев Бульин, Владимир Завгородний, Владимир Куфельд, Виктор Ларин, Мария Пахомова, Энст Тельман, Эдвард Шмидт Создатели клуба сформировали основные направления его деятельности Во-первых, повышение профессионального мастерства, лекции, занятия композицией с молодежью Во-вторых, прослушивание и обсуждение произведений членов клуба В-третьих, концертно-исполнительская деятельность Так в Карганде зародился клуб композиторов, председателем которого был избран молодой музыкант Лев Бульин Члены клуба Лев Бульин и Константин Суханов были инициаторами и организаторами городского симфонического оркестра Первое выступление которого состоялось 19 декабря 1978 года В Большом зале Дворца культуры Горняков В программе прозвучали романс для скрипки с оркестром Суханова и концертный вальс Бульина Дирижировал оркестром Константин Суханов Самодеятельный городской симфонический оркестр просуществовал недолго Но он дал толщок к созданию государственного оркестра областной филармонии А кто из каргандинцев не знает творчества горного инженера, члена клуба композиторов Виктора Мамонтова? Он сам сочиняет стихи, музыку, сам исполняет Было очень много любителей песней, которые сами сочиняли, но они были разбросаны сами по себе И каждый реализовать себя не мог, как бы хотел Люди уже начали как-то соединяться, объединяться В нашем клубе были не только композиторы, но были и поэты уже, которые сочиняли стихи на наши песни И были исполнители этих песен Так что клуб уже в то время, когда я прошел, уже имел какой-то вес А в 80-х годах, конечно, он набрал хороший вес Был большой хороший коллектив Люди почувствовали, что они не одиноки Иначе к нам потекли люди У нас же образовался коллектив 40 человек После, когда узнали об этом И стали исполнять не только в Караганде И в Джисказгане стали исполняться песни эти И в Балхаше И в других районах В Абайе, в Саране начали люди исполнять производения свои Потому что потекли люди со всей области к нам Первое исполнял для тебя, который посетил своей жене Вот Потом я исполнял Я парень земной Это о космонавтах Ну, в тот период времени, в 80-х год, космос только развивался И у меня тоже появилась песня На слова Валентина Малычка Песня «Вера» А как она мне родилась Иногда известную песню я начинаю импровизировать просто И так заимпровизирую, что рождается новая музыка А я как раз у Тамары Квартицелли в свое дело исполняла песню Ты не дари мне песни ласковых Что в ней слова и шелками вышиты Ведь песня самая прекрасная И они не одинаково все слышатся Так я вот так заимпровизировал Что родилась новая песня И назвал ее «Вера» Вот такое вот Я очень уважал Абдулуса Лехова, нашего поэта карагандинского Нину Бондаренко, стихи написаны Потом Баженко, Фридлин, да Абдулуса Лехова И одна песня на слова Балыкина Я, к сожалению, не мог с ним так близко подойти С ним переговорить и как-то организовать, чтобы на его стихи можно было написать песню Он как-то сказал, он говорит, потом, потом, потом Ну, одну песню я написал, он даже не знал Он дал мне стихи, стихи, посвященные ему брату Он написал, он служил в армии, он написал ему письмо в стихах И, ну, дал прочитать мне, я прочитал И потом посмотрел, взял и музыку написал А потом, когда нас в клуб композитов пригласили в клуб поэтов И там сидел Балыкин многие Ну, и нас попросили, значит, что вы можете исполнить Я взял и исполнил эту песню на слова Балыкина Он посмотрел Да, стихи без музыки, как невеста без фаты Клуб композитор дал творческому подъему Творческому подъему всех людей, которые бы интересовались И которые любили творчество Которые любили стихи, песни и хотели проявить себя Вот и самое главное Члены союза композиторов проезжали сюда, интересовались Что это за клуб композиторов в Карагандинской области Посмотрели, послушали И по Казахстану тоже Вот обратите внимание В Караганде существует клуб композиторов Желательно, чтобы начали были по Казахстану Только в Караганде был Вот он-то и делал, что был только в Караганде Клуб композиторов, конечно, он мне очень много дал Очень много И я уже примерно начал думать, как правильно Как уходить из шаблона Когда я смотрю эти фотографии свои Молодой еще, совсем молодой Суханов, Кличко, Тельман Я смотрю с удовольствием, конечно Вспоминаю те годы Все годы своего существования Клуб композиторов тесно связан Шахтерами Карагандинского угольного бассейна Которым были посвящены многие музыкальные произведения В 70-е большую популярность среди горняков Приобрела песня композитора Эдуарда Шмидта На слова поэта Михаила Балыкина Родная третья кочегарка Десятого не кончил класса О Негина не дочитал В войну приехал из Донбасса И слезаренком в шахте стал В те дни на шахтах было жарко Стояла трудная пора Родная третья кочегарка Давала уголь на гора Родная третья кочегарка Давала уголь на гора Осуществилась давняя мечта карагандинских шахматистов 13 октября 1965 года на стадионе Шахтер состоялось открытие шахматного клуба Директор центрального стадиона товарищ Бедрицкий заверил любителей шахмат, что им будут созданы все условия для дальнейшего совершенствования мастерства В день открытия клуба для 140 любителей шахмат был проведен сеанс одновременной игры с мастером спорта Борисом Каталымовым Сохранилась фотография этого сеанса одновременной игры Выиграть тогда у мастера удалось шахматистам третьего разряда Мальцеву, Шорохову и Тусубекову Шахматный клуб расположился под южной трибуной стадиона Шахтер Помещение небольшое, скромное, но местные любители древней игры и этому были несказанно рады На торжественном открытии клуба присутствовали представители партийных и советских органов, городская общественность, пресса Люди надеялись, что знаковое событие станет катализатором дальнейшего развития каргандинских шахмат А клуб превратится в центр интеллектуальных видов спорта Впрочем, хорошо все начиналось История шахмат в Карганде богатая Первый чемпионат области прошел еще в далеком 1939 году Оба раза тогда праздновал победу шахматист Витюков У него была первая категория, редкая по тем временам Первым из каргандинцев, завоевавших звание чемпиона республики, был Куприян Курклетис Это случилось в далеком 1954 году На памяти старшего поколения жителей шахтерской столицы Фамилии шахматистов Виктора Кириллова, Олега Гусарова, Владимира Маранцмана, Константина Рауша, многих других В том же 1965 году 13-летний каргандинский школьник Миша Лебович На всесоюзной спорта киаде в Харькове одержал победу над юным Толей Карповым А гость нашей сегодняшней передачи Булат Карибаев Ныне член национальной сборной страны по шахматам среди инвалидов по зрению В далеком 1965 тоже присутствовал на открытии шахматного клуба на стадионе «Шахтер» Этот клуб мы добились по инициативе шахматной общественности Во главе с моим первым третером Кириллом Виктором Семеновичем На открытии шахматного клуба присутствовали председатель областного спортомитета Бахтиш Абравич Качкаров Руководитель спортивных обществ, члены обкома и горкома партии того времени На открытии выступил заслуженный артист Казахской ССР Константин Михайлович Рауш Я помню его слова, что шахматы в Советском Союзе представляют своеобразный синтез спорта, искусства и науки Было очень много любителей шахмат со всей области После торжественного открытия и пожелания успехов в работе клуба Был проведен полуфинал чемпионата Караганды Тогда я был еще шахматистом второго разряда И в том турнире первое место занял Шакир Баймуратов, отец первого карагандинского мастера Самата Баймуратова Я занял второе место и выполнил норматив первого разряда И буквально через две недели мне торжественно был вручен удостоверение первого разряда И в то время прилагался значок, красивый значок первого разряда с изображением коня Что мне особенно запомнилось в тот период? Было то, что люди разных профессий сразу активно включились в общественную шахматную жизнь города И он являлся центром развития шахмат Караганды и области В юбилейные даты в праздничные дни проводились соревнования по Блицу Проводились массовые соревнования среди производственных коллективов, среди различных учреждений Там проводилось личный чемпионат спортивного клуба «Шахтер» Личное первенство и командные чемпионаты облсовета «Десо» и «Инбек», личный чемпионат «Десо» и «Спартак» То есть этот шахматный клуб был центром притяжения многих десятилетий И почему-то, к сожалению, во второй половине 90-х годов этот клуб был неожиданно закрыт Вообще в советское время шахматы наряду с футболом занимали особое место в государственной системе советского спорта Центром всей этой работы были централизованные управления и футбола, и шахмат То есть шахматы всегда были в авангарде советской системы того времени Шахматный клуб необходим шахтерской столице Для имиджа, для завершающего культурно-спортивного облика космической гавани нашей прекрасной Караганды Нам обязательно нужно заложить заключительный аккорд Именно для Караганды необходим не простой клуб, а именно дворец или дом шахмат Это будет соответствовать духу нашему времени Кстати, об этом еще в 2012 году гостем Караганды был президент Международной федерации шахмат Кирстан Улюбжинов И когда была встреча общественности во дворце спорта Нуркена Абгирова Особо подчеркнул Кирстан Улюбжинова, что я впервые находясь у вас в Караганде Мне очень понравился ваш прекрасный город И вам необходимо иметь обязательно в шахтерской столице прекрасный дворец шахмат Таково было пожелание президента Фиде Кирстана Улюбжинова За полвека Караганда не превратилась в Ильфовские, Петровские, Нью-Высюки Здесь не состоялся межгалактический турнир по шахматам Но жизнь не стояла на месте В середине 80-х под благовидным предлогом расширения площади шахматного клуба Городские власти предоставили помещение на юго-востоке На проспекте Шахтеров по соседству с городской поликлиникой Старый клуб на центральном стадионе Шахтер стал с годами мал И не мог вмещать всех желающих Однако новый просуществовал недолго Вскоре его закрыли и присоединили к поликлинике В итоге шахматный клуб исчез вовсе Жертвами такого гамбита стали сами шахматисты Караганды В 2015 году исполняется 200 лет со дня рождения народного композитора Кюйши Татимбета Казангапула Он родился в 1815 году в ауле Мржик Нынешнего Егиндобулахского района Карагандинской области Волосной правитель и дипломат Дамбрист Один из основателей школы исполнения кюев в стиле шертпе Татимбет принадлежал к родовой знати К старинной, благородной и состоятельной семье из рода Шаншар И увлечение музыкой сочеталось в его жизни с административной деятельностью Среди его предков знаменитый Казбекби Отец Казангап имел воинский чин в царской армии И сам Татимбет был офицером российской армии Татимбет не знал нужды, которая была спутницей почти всех народных композиторов Он одевался богато и нарядно И водил в нарядном уборе своих дорогих коней Сохранилось предание, что у Татимбета был конь Босжурга Которого он научил танцевать под звуки дамбры В казахско-национальной исполнительской культуре есть два вида кы Тукпеки – это более динамичный, более ярко выраженный, эмоциональный И щельпеки – это более лиричный, более философичный И самые главные щельпеки – идут мысли и гармония души человечества Со всей вселенной и природой Например, Все говорят, это мысли человека Нет, это не мысли человека Это сверхчеловечное чувство настоящего таланта Слушая его, ты же получаешь такое же удовольствие, как будто флейт, виллианчел Также можешь слушать и саксофон Значит, любой талантливый человек, композитор Создает произведение сверхполитики, выше всего Это есть и человеческая ценность Сверхпирит – такая же ценность человечества Когда Магауя Хамзин в Дрездене играл на дамбре казахской щельпеки Произведение Таттымбета и плюс еще Паланеза Агинского Люди удивились, члены жюри открыли дамбру, чтобы найти там какую-то аппаратуру Это представьте, в двух струнах ограниченное количество пернелат В семи нотах создаются такое впечатление, когда слушаешь щельпеки Это огромное же богатство, как Паганини, как Чайковский, как Бетховик Таттымбет – один из ярких представителей, исполнителей, один из жанров казахской кы Он человек очень образованный был Его прапрапрадед Дертис был правителем Ташкента Его же отец Казангап был государственным деятелем, известным бей Таттымбет является одним из представителей большого центра казахской интеллектуальной эстетической среды Откуда выходили такие великие люди, как Абай Кунамбаев Мать Абай Кунамбаева является близкой сестрой Таттымбета Таттымбет является родственником великого Мади, который оставил великих песен, произведений 24 марта 1855 года в Петербурге Таттымбет участвовал в церемонии коронации императора всей России И он выступал перед представителями мирового сообщества И он своей музыкой, исполняя на дамбре чертпеки, покорял мировое пространство И признак этого в современном мире, в наше время Тот же Евгений Бресловский в операх Кыржевек использовал Кю Таттымбета И не каждый знает, что композитор Мансур Сагатов Написал пьесу для трубы в исполнении эстрадно-симфонического оркестра На основе Кю Саржайля У Таттымбета Исполнение чертпеки требует мастерства двух рук Это очень сложный лирическо-философический и очень музыкальный жанр Если мы сейчас уйдем под ноты, которые мы написали И будем исполнять академический филармонический Таттымбет Мы его краской уже процентов 50 потеряли Скоро вообще потеряли Сегодня еще получилось так Играет Таттымбета В сопровождении компьютера Извините, чертпеки сам по себе Даже любой, даже те же музыки всех народов мира Все этномузыки никогда не подвластны никакому гармонию эстрадного масштаба Народный, естественно, народный Мы не нужны Таттымбету Потому что он создал великие произведения Делал великие дела Остался в истории человечества Так гордость человечества и мира Таттымбет нужен нам Чтоб мы формировались настоящим человеком Стали людьми мира И укрепляли свое государство И всегда думали о прекрасном И жили прекрасно Ценое человечество Вершиной творчества Таттымбета является Кюй Кюкей Кисте Сокровенная, созданная в последние годы жизни композитора В нем уже больной Кюй Ши выразил свои неосуществленные мечты Он прожил всего 47 лет Таттымбет является автором свыше 40 разнообразных По своей тематике и направленности кюев Его произведения отличаются тонким лиризмом Глубоким психологизмом Исключительно образной силой Подписывайтесь на наш канал СОТОВАЯ СВЯЗЬ Сотовая связь в Казахстане берет свое начало в сентябре 1994 года, когда была запущена сеть Altel. Для того, чтобы проект смог прочно стать на ноги, правительство предоставило компании пятилетнюю монополию на рынок сотовой связи. Altel, сокращенно от Altyn Telephone, действительно оправдывал свое двусмысленное название. Отсутствие реальной конкуренции привело к тому, что сотовая связь в Казахстане долгое время была беспрецедентно дорогой. Дорого было все – цены на телефон, на подключение, на трафик. Средний ежемесячный счет одного клиента составлял в 1998 году около 700 долларов, плюс депозитный взнос 500 баксов, по сути являвшийся беспроцентным и бессрочным кредитом, предоставлявшимся Altel'у каждым клиентам. Но даже при таких грабительских условиях компания смогла к 1999 году довести число своих клиентов до 15 тысяч. Кроме того, еще около 10 тысяч абонентов составляли пользователи более дешевой услуги – карточной сети Tumar. Помните такое? Так начиналась история нашей сотовой связи. Тогда никто не ждал, что она станет настолько популярной. Ведь долгое время мобильный телефон из-за высокой стоимости был доступен только бизнесменам, силовым или криминальным структурам. Когда у нас все было готово, естественно, мы устроили презентацию, все как положено. И на презентацию было все руководство области, и приехал Петр Петрович Нефедов. И, естественно, мы устроили экскурсию по офису, по коммутатору. И на фотографии как раз запечатлено тот момент, когда мы демонстрировали, как работает сотовое оборудование. После этого, естественно, вручили ему сотовый телефон. В общем-то, этот момент и считается днем начала работы вот этой сотовой связи в Караганде. Номера телефонов начинались с 700, и были девятизначные. Эти цифры уже забиты были, и программа немецкая распознавала эти номера. Компания-то зарегистрирована была в Казахстане, причем получила эксклюзив на пять лет. Естественно, конкуренции не было никакой, поэтому тарифы были очень высокие по тем временам. Сами сотовые телефоны, это были телефоны фирмы Моторола в основном. Естественно, они были первые и очень громоздкие, и продавались у нас от где-то от 300 до 2000 долларов. Немного было марок, по-моему, марок пять всего было этих сотовых телефонов, то есть разнообразия практически не было. Но, тем не менее, значит, в первый же год мы набрали где-то около 500 абонентов, ну, связь была очень дорогая. По тем временам, конечно, не для широкого потребления. Когда мы смонтировали все, мы начали работать только с одной базовой станцией, которая вот была на бульваре мира. Естественно, сигнал, радиосигнал, который мог позволить соединиться с базовой станцией, значит, был небольшого радиуса. Это где-то в радиусе пяти километров всего лишь. И, конечно, мы покрывали только центр города. На окраине города, я сейчас сказать, уже не было. Качество было удовлетворительное, вот, именно вот в радиусе пяти километров. В принципе, прямой видимости можно было до 20 километров поймать сигнал, но качество, конечно, ухудшалось. Но на следующий год у нас уже было три базовые станции, естественно, мы, а именно город Караганда, центр, окраины, районы отдаленные, значит, они уже были связи уже на второй год. Вот. Закончился вот этот срок, эксклюзив на пять лет. Естественно, значит, пришли другие компании, в частности, Кайсел. Вот. Началась серьезная конкуренция. Начали больше думать о качестве. Вот. Потому что, я так понимаю, что с этого момента перешли на цифровую, вот, связь, на новый стандарт перешли. И стали больше базовых станций ставить, не так, чтобы, допустим, на пределе границ эти базовые станции, а уже, чтобы в радиусе, там, допустим, трех-четырех километров, значит, были базовые станции, ну, которые позволяют, значит, конечно, улучшать качество связи. С приходом сотовой связи, значит, естественно, бизнес очень оживился. Тогда считалось как, вот, машины тоже не у всех были, но, тем не менее, когда человек садился на машину, потом он понимал, как это удобно и как это вообще здорово. То же самое сотовый телефон. Вот. Когда его один раз взял, попробовал и почувствовал, что это такое, конечно, потом очень трудно с ним расстаться. Десятилетия в бурно развивающуюся мобильной среде пролетели как миг, но вместе с тем произошло такое количество событий, что не хватит эфирного времени, чтобы осветить хотя бы их десятую часть. Мог ли кто-то в середине 90-х предположить, что мобильные телефоны всего через несколько лет станут весить не килограммы, а сотни, а потом и десятки грамм? Что из предмета роскоши мобильный телефон превратится в повседневный предмет обихода, доступный даже ребенку? Кто в 90-е предполагал, что выход в глобальную сеть интернет станет сначала простым и доступным практически в любом уголке мира, а затем и вовсе прочно займет свою нишу в мобильной сфере, и наличие скоростного подключения где-нибудь в степи не будет вызывать удивления? В 1995-м вряд ли кто-то ответил бы утвердительно на эти вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова